Цыплят по осени считают, осенью посмотрят. У всех была паника, но это касалось не только сферы туризма. Государственной поддержки никакой нет в данный момент, туризм не будет прежним. Сотрудники находятся в масках, убрать все покрытие тканевое с пола. Возвращать средств на сегодняшний день нет возможности. Знаете, все вопросы задают, вырастут ли цены или упадут. Мы очень хотим отдыхать. Может быть, у нас там появится какой-то страх куда-то уехать далеко. Коллектив сохранять месяц, два месяца – это одни расходы. Сохранять полгода – это другие расходы. То, что туризм вообще поменяется, это было понятно в тот момент, когда начали закрываться границы. Некоторые эксперты оценивают эпидемию коронавируса для туристической сферы всего мира в 22 миллиарда рублей. Насколько точна эта цифра, конечно, сейчас не возьмется сказать никто. О том, будем ли мы путешествовать и что вообще происходит со сферой туризма, мы сегодня поговорим с председателем региональной ассоциации алтайского туризма Александрой Томашевич в студии переговорки. Меня зовут Евгения Даровская. Здравствуйте, Александра. Здравствуйте. Благодарю вас, что вы нарушили режим самоизоляции и приехали к нам поговорить на эту тему. Скажите, пожалуйста, действительно сейчас очень многих волнует вопрос. Вообще, когда-то это закончится и будем ли мы путешествовать? Поедем ли мы куда? Закончится однозначно, безусловно, конечно же. И, конечно же, мы начнем путешествовать. И мы очень ждем того момента, когда откроются границы и когда мы сможем уже сесть в самолет и полететь. Что сейчас происходит в сфере регионального туризма? Я понимаю, что идешь мимо офисов каких-то, да, туроператоров, турагентств. Они закрыты и многие сдаются в аренду. Можно ли сейчас понять, какова картина, кто уйдет с рынка, кто нет? Или пока рано говорить об этом? Ну, во-первых, все-таки самое главное, что нужно понимать, мы относимся к тем, к той отрасли, которой не разрешено в данный момент работать. Поэтому видите закрытый офис туристических компаний. По большому счету, практически все сейчас ушли на какой-то удаленный режим, проводят, по-прежнему работают с клиентами, особенно в основном, конечно, с теми, которые не смогли вылететь, которые остались без путешествий, запланированных в марте, апреле, мае, да. Поэтому вся работа ведется просто в удаленном режиме. Что касается вопроса, там, кто уйдет или кто останется, точно совершенно сейчас рано об этом говорить. Об этом как-то цыплят по осени считают, осенью посмотрим. То, что туризм изменится... Ну, какое настроение вообще? Настроение работать, на самом деле. Нет, настроение работать. Поначалу, конечно, у всех была паника, но это касалось не только сферы туризма, касалось вообще, в принципе, всего месяца. Ну, вы первые попали под это туда, пожалуй, ярче всего это проявилось. Поэтому, когда у всех началась паника, мы уже немножечко... Немножечко успокоились. Ну да, мы уже поняли, что, в принципе, мы не можем повлиять на ситуацию, поэтому здесь самое правильное — это просто сидеть и ждать, да, когда будут приняты какие-то решения, когда будет понятно, каким образом мы действуем. Потому что, когда есть проблема, которая касается не только регионального рынка, не только даже федерального рынка, а, в принципе, индустрии в мире, да, то есть понятно, что каким-то образом будет какое-то общее решение или общий механизм, как вообще дальше взаимодействовать там друг с другом, с партнерами, с туристами, с государством и так далее. В принципе, мы уже сейчас каким-то решением приходим. Мы обязательно об этом поговорим. Скажите, пожалуйста, что происходит с теми туристами, которые забронировали туры заранее? Много ли их вообще? Давайте с этого начнем. Ну, их достаточно много, потому что, в принципе, март и апрель — это раннее бронирование в Турцию, поэтому, конечно, ну, да. То есть я вам там цифры не могу сказать, потому что это все по-разному называют, у всех операторов. Что предложено этим туристам, какие меры для них есть государственной поддержки и решения, которые предлагает туриндустрия? Ну, государственной поддержки никакой нет в данный момент. То, что предлагает туристическая индустрия, — это два варианта. Вариант первый — это перенести туры на более поздние даты. Если туристы сохраняют направление, количество дней и отель, и хотя бы одного из путешественников, который был в составе предыдущего тура, то им предлагается перенести тур без каких-либо доплат. Это, в принципе, выгодно сейчас туристам, и многие на это соглашаются на самом деле, потому что курс очень сильно вырос. Мы зависим от курса валюты, и получается, что мы перебронируем на следующий год или на какие-то более поздние даты без доплат. Второй вариант — если у нас меняется направление, меняется отель, меняются условия, существенные в туре, в этом случае операторы предлагают так называемый… Ну вот сейчас это такое скорее рабочее название, да, депозитный сертификат или там депонирование денежных средств. Это означает, что эти денежные средства, которые были туристам заплачены за его путевку, они, ну, условно замораживаются на счету у туроператора, и турист может ими воспользоваться вплоть до 31 декабря 2021 года. На любое направление, на любой тур, на любой отель, так, как сочетить нужным. С необходимой доплатой, да, если в случае чего? Вот. Здесь важный момент, что замораживаются они по курсу на день оплаты. То есть если туристы оплачивали тур по курсу на тот момент 60, да, или там 64, а сегодня у нас курс 80, то деньги будут заморожены по тому курсу, по которому были оплачены, и дальше пересчет идет евро. То есть это выгодное очень, ну, такое выгодное предложение. Естественно, если есть разница в туре, то вот остаток доплачивается по нынешнему курсу, а эта сумма пересчет... Возвращать средств на сегодняшний день нет возможности. В данный момент пока этот вариант, да, не рассматривается. Что происходит с внутренним туризмом? Сейчас опять продлен режим самоизоляции до середины мая. Надеялись люди, что поедут в Горный Белокуриха, откроются. Насколько реально, что в этом году вообще откроются какие-то базы отдыха в наших региональных местах туристических, и вообще поедут ли люди отдыхать? Ну, пока мы говорим о том, что до 1 июня все базы закрыты, да, как будет дальше ситуация развиваться, мы не знаем. На самом деле будет очень много зависеть сейчас от майских праздников, там, от самосознательности, от социальной ответственности наших граждан. И в данный момент все базы занимаются тем, что готовятся к летнему сезону. Еще важный момент, вот то, что последние дни очень так серьезно обсуждается постоянно, Роспотребнадзор готовит памятку, при соблюдении которой будет возможность этим базам выйти на работу. Это такой европейский опыт. Европа уже начала готовить определенную документацию и перечень мер, которые необходимо будет принять. Для того, чтобы, начиная с того, что сотрудники находятся в масках, убрать все покрытие тканевое с пола, там, антисептики во всех общественных местах, раздвинуть шезлонки на пляже. Там огромный список вообще вот этих требований, при которых гостиница имеет право начать работать и принимать гостей. Уже даже после того, как режим изоляции будет снят. Я думаю, что в принципе сейчас какой-то определенный вот такой вот перечень требований будет разработан и для наших средств размещения. Если они смогут их выполнить, ну а в общем-то все готовы к тому, что да, наверное, смогут, то вполне возможно, что мы начнем работать. Смогут, но ведь это тоже ударит по финансовой составляющей, безусловно. Все ли смогут? Ну тут вариант, либо мы не работаем, либо мы работаем при определенных условиях. А цены, как вы считаете, сильно подрастут? Знаете, все вопрос-то задают, да, вырастут ли цены или упадут. Попробуй скажи, да. Вот кто-то говорит, что они упадут, потому что нет. Я думаю, что, конечно, да, вот по крайней мере на каком-то начальном этапе они не изменятся. Потом, скорее всего, они вырастут, потому что все равно, ну, есть определенное понимание какого-то вот этого, не знаю, отложенного спроса, да, и мы очень хотим отдыхать, может быть, у нас там появится какой-то страх куда-то вот уехать далеко в ближайшем будущем, но поехать в свои родные места, в Горно-Алтай, да, вот по Алтайскому краю, конечно, захочется многим. И поэтому, естественно, ну, скорее всего, я думаю, что у вас будет, конечно, такой вот момент, когда захочется цены поднять. То есть то, что они будут заполнены на 100%, как только им дадут возможность открыться, это однозначно. Скажите, пожалуйста, как вы считаете, какие меры могло бы принять вот сейчас правительство, что вы ждете от государства, чтобы немножко ту сферу туризма поддержать? Ну, во-первых, конечно, то, что касается налоговых каникул. Это то, о чем мы говорим уже весь апрель. То есть сейчас существует вариант отсрочки на 6 месяцев. Отсрочка не спасает, к сожалению, отрасль, потому что все равно эти налоги придется заплатить, придется их заплатить в сентябре-октябре, и при условии не очень понятного летнего сезона, мы столкнемся в октябре с тем, что нам нужно будет заплатить налоги уже за полугодие, за два квартала, и еще те налоги, по которым нам дали отсрочку. То есть на сегодняшний день практически все туристические компании, практически они не работают никаким образом, кроме того, что просто переносят заявки, там переносят брони, работают с уже существующими туристами по готовым турам. Понятно, что это, по большому счету, бесплатная работа, то есть это просто перенос туров, и никаких денежных притоков на сегодняшний день нет. Поэтому налоговые каникулы, они бы, конечно, немножечко вот тут отрасль поддержали. По всему остальному надо смотреть, как будет развиваться ситуация дальше. То есть когда мы выйдем на работу, когда мы сможем открыться, когда мы... В любом случае уже не будет прежней формы работы в большинстве своем. Как вы считаете, как это видоизменится? Будут ли прежние туристические агентства в таком масштабе, в таком виде, как они работали раньше? Или каким-то образом все-таки работа другой станет? Ну, во-первых, конечно, наверное, какие-то компании просто уйдут с рынка, потому что сейчас в ситуации, когда мы оказались на домашнем режиме работы, на удаленном, есть компании, которые приходят к тому, что они хотят заниматься чем-то другим, или там сотрудники, или люди, да, либо они уходят вообще в принципе сразу на удаленный режим работы и не планируют возвращаться в офис. То есть то, что туризм вообще поменяется, это было понятно в тот момент, когда начали закрываться границы. Вот тогда уже в открытую, в общем-то, специалисты, эксперты говорили, туризм не будет прежним. Вот это тот момент, который отрасль очень сильно изменит. А можно как-то прогнозировать, там, не знаю, самый негативный сценарий, самый позитивный, каким он будет в минусе, а вдруг, да, какой можно сделать прогноз хотя бы, примерный? Самый негативный сценарий – это если мы не отработаем летний сезон. Вот это, наверное, если мы, например, начнем работать, я не знаю, там, с октября, да, вот это такой негативный сценарий, при котором вот в данный момент… Вы сейчас говорите о внутреннем туризме, безусловно. Я вообще в принципе от туристического отрасли, у нас нет вот такого деления на внутренний туризм и на выездной туризм, потому что практически все компании, работающие в региональном рынке, они занимаются и внутренним туризмом, и выездным. Нет таких компаний, которые занимаются только выездным туризмом или только внутренним, например, да. Вот, ну, либо есть это единицы какие-то. В основном, конечно, все-таки мы занимаемся и турагентским туризмом, так называемым, и туроператорским, да, в основном, вот, значит, то, что касается летнего сезона, все равно летний сезон, это все-таки сезон для нас очень активный, основные продажи идут в летний сезон, и есть важный момент, момент кадрового голода в туризме, специалистов мало, экспертов, действительно, умеющих работать в туризме, мало, и поэтому сегодня практически все руководители, они стараются свой коллектив сохранить, даже если это говорит о том, что нужно будет выплачивать зарплату из своих собственных средств для того, чтобы сотрудников поддержать. Понятно, что ушли на какую-то минималку, да, но вот сейчас все заинтересованы в том, чтобы коллектив сохранить. Коллектив сохранять месяц, два месяца, это одни расходы, сохранять полгода, это другие расходы. И если мы говорим там о каком-то негативном сценарии, например, открытие или там начале работы в октябре, ну такой условный месяц, да, какой-то вот далекий, то не знаю, сколько компаний к тому моменту сможет там сохранить сотрудников, сохранить вообще себя, сохранить какие-то, я не знаю, какую-то возможность работать, и насколько, в каком они качестве смогут выйти потом на работу в октябре. — Готовясь, читая разные абсолютно мнения, одно из негативных услышала я, что туризма не будет вообще на протяжении 20 лет, и это будет только для элит, которые все равно будут путешествовать, а вот люди, у которых, безусловно, доходы тоже падают, ровно как и в вашей сфере, будут думать о том, чем, что кушать, что положить на стол детям. Вот вы как считаете? — Смотрите, вот это мнение существует после каждого кризиса. После 2008 года было такое мнение, после 2014 года мы слышали такое же мнение, после того, как... — А после Великой Отечественной войны начали путешествовать больше, чем когда-либо, да, потому что люди хотели отдохнуть. — Да, да, да. То есть понятно, что на сегодняшний день, да, доходы у населения, конечно, палят, это ситуация кризиса, понятно, кризиса непредсказуемого, но у нас, во-первых, есть потребность выезжать. Может быть, мы будем уезжать там не три раза в год, а два раза в год. Я сейчас утрирую, да. — Хорошо, вы знаете ли. — Ну, там, не два раза в год, а раз в год. Ну, то есть, может быть, мы будем путешествовать меньше, реже, в немножечко более дешевые отели, в какие-то более там дешевые даты. Но то, что мы... у нас есть потребность выезжать, у нас есть потребность отдыхать, у нас есть потребность смены вот этой визуальной картинки, да, смены восприятия, впечатлений, там, не знаю, вывести детей, показать им золотое кольцо, показать им, что такое вообще Россия, что такое, не знаю, море или другая природа. Вот эта потребность, она у нас уже существует, она сформирована. Мы эту потребность не сможем, ну, не знаю, там, трех-четырехмесячным кризисом никаким образом из себя вообще убрать. То есть, может быть, те люди, которые никогда не отдыхали, такие люди есть, никогда никуда не выезжали, они еще какое-то время не будут этого делать. Те, кто привык отдыхать, те, кто привык ездить, тут даже вопрос не про отдых. А вот про это, поедут в палатки, поедут за полгода, но они поедут. Ведь сколько раньше, посмотрите, наши родители, они ездили на Черное море, в палатках это было, и это было нормально, не так, как сейчас. Мы немножко привыкли к более комфортным условиям. Мы не умеем отдыхать, находясь дома. То есть, у нас отдых начинается с того момента, когда мы вышли из дома с чемоданом, сели в машину и поехали в аэропорт. То есть, у нас вот есть такой сценарий, да, определенный по шагу. А в аэропорту самолеты будут летать или нет? Вот как вы считаете? Конечно, будут. Чартеры будут? Да, конечно, да. Что первое вы будете делать? Вы, ваша компания, вы как руководитель компании и президент региональной ассоциации, когда скажут, все, режим самоизоляции снят, какие первые шаги, которые можно предпринять для развития туризма, для привлечения людей отдыхать? Ну, я думаю, что в первую очередь, наверное, любая компания соберет своих сотрудников и устроит какой-то вот такой вот, не знаю, там праздник внутри для себя, да, отметить, что ура, мы начали работать. Потому что, ну, не только мои сотрудники, я это знаю по другим компаниям, все очень ждут, конечно, того дня, когда можно будет выйти в офис снова, и можно будет начать работать, и можно будет снова начать там друг с другом взаимодействовать, вот в открытую. Потому что все онлайн-платформы, дистанционное сотрудничество, это хорошо, когда есть платформа оффлайн, да, когда есть возможность коммуницировать лично. То есть как дополнение какой-то личной коммуникации, да, как единственный вариант коммуникации, это очень сложно. То есть, к сожалению, мы люди, которые привыкли к вот этому, там, не знаю, очному, да, общению такому личному, к личной коммуникации, и нам очень сложно вот это все перевести, вот этот диалог перевести на платформу онлайн. Ну, поэтому, конечно, вот в первую очередь, я не знаю, соберем всех своих любимых туристов, будем всех поить чаем, кормить конфетами, рассказывать, как мы рады, что наконец-то мы можем работать. Вот таким образом. Спасибо вам большое. Будем надеяться, что это время странное пройдет очень быстро, и все мы когда-то поедем отдыхать. Да, обязательно. Надеюсь, в этом году. Спасибо. Мы сегодня говорили с Александрой Томашевич, президентом региональной Алтайской ассоциации туризма, о том, когда люди смогут выйти из дома и поехать отдыхать. Это была переговорка. Меня зовут Евгения Даровская. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова